здравствуйте уважаемые коллеги прежде чем перейти к существу небольшую историческую справку об объекте исследований о географии значит материк антарктида открытый более 200 лет назад самым последним на самом деле не является самым маленьким по площади австралии несколько меньше но вот если представить ее безо льда то это конечно гораздо меньше территории и поскольку речь идет о материке который фактически недоступен для исследований биологов биологов только вот прибрежные части что я хочу сказать что из 14 квадратных миллионов квадратных километров в антарктиде по разным оценкам от 20 до 50 тысяч только территории свободно от льда но если сравнить это то по площади антарктида это где-то вся европа включая нашу восточную и и вот эти 20-50 тысяч километров это сравнимо с территории хотелось сначала прикинуть с кольской области но польской побольше и наиболее близко это московская область и вот представьте себе что вам всю например геологию европы надо изучить только по территории московской области то есть это от по разным оценкам это где-то три десятых процента общей территории свободно тогда и скажем так вот эти свободные территории они как правило называются оазисы причем несколько есть классификации но самая такая удобная это прибрежные потом межгорные и горные фактически открытые открытые горы не покрытые льдом ну с них там естественно бывает наибольшей максимальной пути по территории это сухие долины это возле махмёрда земля виктории это порядка восьми тысяч квадратных километров из двадцати то есть почти половина остальные оазисы конечно гораздо меньше вот скажем так территории наибольшего распространения оазисов тут как раз это бангер который предыдущим а наш наша территория это территория так называемые горы принц тякс расположенные залив залив плюс то есть площадь этих гор около сто четырнадцати тысяч квадратных километров они расположены отдельными массивами вдоль ледника ламберта по длине 300 по разным классификациям от 300 до 700 километров и как я уже сказал это в основном отдельные хребты и отдельные горы и горы получили свое название в честь открытые американцами честь тогда наследника принца чальца который сейчас действующий король великобритании и вот переходим к нашему районному исследованию показано вот так они вытянуты здесь вот массив фишер и здесь я хотел сказать просто отвлечься так называемые опять же по одной версии американцами по другой версии австралийцами даны названия тот человек который открыл очень любил александр дюма и честь твоих любимых героев назвал три хребта а то спаркос и ранее я все искать весь интернет прерывал почему дартаньяна нет то ли хребты кончились и наконец массив фишер расположен в центральной части горку принц чарльза в ходе работ такие открытые участки округ на многие километры льды в ходе работ в 2005-2008 года российской антарктической экспедиции были открыты геологами полярной морской геологической экспедиции были описаны два разреза общей площади общей высотой 296 вот этот самый большой и 283 по высоте разреза и также некоторые выходы да сбоку свои и некоторые выходы во фрагментарных обнажениях значит как я уже сказал массив фишер это один из самых крупнейших массивов в горах принц чарльз ну если так перевести в цифры площадь все около 300 квадратных километров и здесь в этих образцах отобранных из глициально морских осадочных толщ были обнаружены в первую очередь с автором Зинаида Викторовна богатые неогеновые комплексы для того с хорошей сохранностью панцирей и достаточно большим количеством створок добавление когда скажем так начали работать Зинаида Викторовна предложила не посмотрите мне вот такие я отнесся скажем так легкомысленно занимался в основном современной а думаю почему бы не заняться ископаемой какая разница диатома они везде диатомы на самом деле я хочу поставить к тому что я тогда не понимал насколько Зинаида Викторовна и мне конечно повезло что это действительно богатые комплексы очень часто про асфалионтологи про тигров и знают очень часто надо пересмотреть тысячи проб чтобы что-то найти и значит в этих комплексах они условно разделены на морские планктонные морские бентосные ну пресноводные бентосные тоже встречаются то есть условия осадка накоплений проходили в не одинаковых палеонтологических условиях значит планктонные морские это большая группа гласязир да кстати говоря из забыл добавить что всего обнаружено порядка 90 таксонов из них около 20 из них 23 подробно описаны нами в первую очередь это концентрические виды телосиазиры и из родов при псевдоптерцерациум с целарима и окампия в том числе в том числе вот эта картинка подробно рассказана Мария Александровна филологова так называемая подозир антарктика также тригониумы очень описано несколько новых морских видов новых для наук видов и из пенатных это была большая группа дешевых снорах в том числе нами был описан новый род представлен состоящий из пяти видов картин в том числе описан как раз выпуске новых книги посвященный имени Иванова Стрельникова о котором вчера говорил Максим Сергеевич Поляковский на этом я не буду подробно останавливаться а ну два слова что пресноводные это представлены Эльербеки и Стефана дискуссии да ну вот скажем так на этом шкале показано расположение слоев и два слова о о возрасте почему я оцениваю в первую очередь это потому что как вы знаете настоящих маркеров континентальных отложениях очень тяжело выбрать вот поэтому как правило берутся океанические данные по результатам глубоководного бурения и вот значит для Антарктиды для Антарктиды эта работа была проведена очень хорошо и два маркера вида маркера это октинацитю синтенс со временем появления исчезновения идентикула к Симонсине они указывают на среднемиоценный возраст и в том числе геологи польскими геологами возраст был определен по ракушкам стронцевым методом который тоже показал возраст условно говоря от 12 до 7 с половиной геодов лет назад и переходя непосредственно в теме доклада то что один рот был описан и естественно очень много было видов которые я не смог сразу определить оставил на потом только сейчас вернулся опять к этой теме из бесшовных это различные виды толсионем остатки толсиотриксов и в том числе комплекс рабдонем условно называемых нами тогда и комплекс синедр в широком смысле и в широком понимании и вот долго смотрел рабдонем они во-первых и по форме и по размерам подходят но скажем так такой наиболее характерный признак рабдонем это естественно многочисленные вставочные ободки с хорошо заметными сетками и сколько я не смотрел мне не попадалось в материалах думаю ну наверное все впереди смотрел пробу за пробой образец за образцом и ничего так и не попалось тогда я понял что конечно скорее всего это не ободонема и да и второй признак что полное отсутствие ремампорту по крайней мере я так и не обнаружил и когда я начал сравнивать все в том числе и с герматофорами провел сравнительный анализ то есть виды называемые нами рабдонемами им они не относятся то есть по внешней морфологии рабдонемы но по остальным признакам нет еще один характерный признак это внутренних на внутренней поверхности хорошо заметные ребра они такие т-образные которые практически полностью закрывают поверхность в том числе ареолы а с наружной поверхности штрихи состоят из однорядные штрихи из округлых ареолы ну предлагаемое название вида вот в честь всех гор в честь географического названия гор местонахождения ну тут вот кратенько перелистаю морфологические признаки вот 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 этот единственное забыл его перенести это вот единственный скажем так ободок вставочный ободок с септами это естественно относится к дерматофоре который чуть подальше будет вот тут хорошо видно что практически вся поверхность закрыта воплощенными ребрами и также еще один вид это к сожалению только в световом найден но по всем признакам это к этому роду можно отнести а нет не только в световом извините вот и тут хорошо видно что нет фактически и нету вставочных ободков то есть скорее что-то такое прогенериоидное но нет и вот основные признаки штрихи однорядные с его хорошо развитое отсутствие ремофорту и смеси и в том числе когда я приводил сравнение вот достаточно хорошо известный вид Рабдонема япоником ну не встречаем естественно это первописание не встречаем в Антарктике но по всем признакам он подходит это описание предлагаемого рода и мы предлагаем новую комбинацию ну вот тут кратенько все представлены признаки в сравнении с Рабдонемами грамматофомами и в том числе с распространение вот скажем так я провел анализ литературы данных кроме Prince Charles также возможно ну только по фотографиям к сожалению возможно виды нового рода найдены в Оазисе и Весфоль и в сухих долинах и достаточно точно вот предыдущие вот это из Шерера то есть это проект 9 9 9 это глубоко бурение сухих долинах проведенных море Россо ой да здесь генетики а здесь еще глубоководные двурения море Россо вот в том числе по всем признакам два вида герматофор обнаружены предположительно отнес один в Арктике а это самое а второй в Харкоте который тоже был найден скопаем скопаемых отложениях нескольких работах я нашел и третья группа многочисленные виды синевера фрагелярия я уже по времени не укладываю да так что быстренько пролистай с ними еще работы предстоит много потому что настолько разнообразные створки что их просто свел в группы но еще даже не проводил сравнительного анализа кто это может быть условно я отнес к роду тубулярия для них характерные римопортовые штрихи различные обязательно конечно официальное коровое поле и их по-моему до девяти различные один лиц возможно можно отнести катакомбусу по признакам да ну и заключение что я хотел сказать если так я об этом даже не сказал если для антарктиды хлоры хорошей сохранности ограничены только из ограниченного количества наземных обнажений это просто кратенько перечислю отложения в горах Принц-Чарльз как раз Зинаида Викторовна начинала в девяносто в 1927 году работать также это по работам Вайтхеда это оазис Эймери тоже близкий район более подробно это палеоценовые комплексы были описаны в оазисах Вестфальд Харвардом и Ларсеном Маклином тоже вместе с Харвардом а в западной Антарктиде именно в ДВДП в Сухих Голинах была достаточно подробно изучена поздняя миоценовая и плеоценовая морская и пресноводная плода также в наземных разрезах в этом районе были изучены плестоценовые комплексы и морские еще Харвардом да Харвардом были на острове Тогвард на этом в районе Антарктического полуострова и в качестве заключения хочу сказать что по составу обнаруженные комплексы в том числе бесшовные и диатомовые достаточно сильно отличаются от всех других комплексов описанных ранее обнаруженных как при изучении отложений в горах Принчальс так называемые под огромом групп приоцен нижней приоцен и социальные комплексы Барлин Блюхс Формейшн в Азисе Эймире так и в некоторых других районах двор Принчальс и в качестве хорошего новой роды спасибо за внимание